Здарова, молодые, пожилые и безбашенные скайримщики! Сегодня я вам принес немножечко контентита. А именно, что будет, если использовать зелье хождения по воде, находясь при этом под водой и даже порой с необычными ситуациями. И вообще расскажу и покажу, что мне удалось в ходе этого небольшого эксперимента узнать о механике вообще хождения по воде. Ну и конечно же, хочу поблагодарить вот этот огромнейший и длиннейший список тех людей, благодаря которым видео выходит ежедневно до сих пор, даже несмотря на то, в какое сейчас мы время живем и в какой ситуации. Да-да-я. А также хочу попросить вас поддержать это видео лайком и подписочкой, если смотрите здешние видеоролики на регулярной основе. All right! Не будем тянуть хождение по воде, погнали по Некселю КСТА. Для начала я вам продемонстрирую самый вот банальный, простой эффект, если ты просто выпьешь зелье хождения по воде под водой. Твой персонаж просто перемещается на поверхности, мгновенно. Но что, если мы усложним немножко эту ситуацию? Например, если сверху нас не будет возможности всплыть, то как, ну, здесь мы окажемся в помещении, которое затоплено водой, то куда мы вообще переместимся и как все это дело будет работать? Что ж, проверяю и показываю. Как вы видите, я в затопленной лодке нахожусь. И даже несмотря на то, что надо мной есть преграда, мой персонаж все равно автоматически телепортируется наверх. Видимо, на преграды здесь все равно. Вот. И в ходе, опять же повторюсь, всего вот этих вот съемок, которые у меня были, я заметил очень много таких интересных особенностей во время действия этого зелья. Сейчас я вам еще раз покажу, что мне удалось найти. Дело в том, что во время действия этого зелья, вот этого эффекта, если вы прыгаете на воду, то полностью поглощается урон от падения. Но только в том случае, если ваш персонаж полностью там способен погрузиться в воду. То есть, если в обычную лужу вы прыгнете, то, естественно, из этого ничего хорошего не произойдет. А вот если вы прыгнете в место, где ваш персонаж способен погрузиться полностью, то при действии этого зелья, естественно, ну, как я уже говорил, весь урон поглощается, и вы можете просто спокойно дальше идти и ходить. И следующая особенность, которую мне также удалось здесь обнаружить, это высота прыжка. Во время действия этого зелья высота прыжка на воде увеличивается примерно, ну, если так на глаз, то где-то в два раза. Обратите внимание, как высоко я прыгаю, когда я нахожусь на воде, и насколько низко, и то есть обычно, когда я нахожусь на обычной земле. Ну, а после окончания действия эффекта вот этого зелья, если мы находимся на воде, то наш персонаж просто плавно погружается в воду. Ну что ж, если это видео было вам полезно и интересно, и вы хотите еще больше таких видеороликов, то жмите лукасы, подписочки, приходите также на трансляции, они проходят каждый день в 16.00 по московскому времени. Всех люблю, целую, и пока-пока. Муа! Рррр!